От дикого пчелярства до пасечного бортництва в истории этот процесс занял 12 тысяч годов. Когда после опошника ледникового периода, люди и пчелы начали жить разом на белорусском полете. Это заняток, весьма популярный зараз. В некоторых вёстках колоды на дорожь на веселье, в якости дорогого подарунку. Финансовый аналиток одной из столичных компаний, Иван Осипов, посвободный от основной процесса часа до следчик бортництва, кажется, что для его это больше, чем захопление, долучение до першобытной истории. Еще и сегодня на полесе, на высоких древах, можно сустреть борти. Настерожитный способ пчелярства, любимого занятку славян, жахаров дясов, заховался до нашего часа. Причем размовы не только в непосредственной процессе с добычей меда. Бортництва – это целый пласт культуры, как имела моя пчела лосиной роги, лисиную простоту, медвежую силу и волчиную спритность. В этой замове не одно стагодзе до пчел наши протки у вогля относились с великой павакой и часто лечили их ровными сабе. И он с ними больше с дорослыми, не с детьми с ними щучукается, а все-таки больше с дорослыми. Ну, как одного узровня. Они працуют, я працую. И когда они дозволят мне взять нечто, вынеку в осень, то я возьму, а так нет, все. Развитие бортництва на полесе сприяло наявность великих лесных массивов. Правда, те декелесы и студнодрознивы лесят с участных. На авто 15-16 сагодях велизарная территория полесе были необжитые. Пионерами освоения часто были бортники, у пошуков придатных для пчелярства месту, и они шли напереде земляробов, что надавало особливый статус уладальнику профессии у вачах громадства. В первой половине 19 сагодя бортництва страчивая свое былое господаршее значение. Сегодня пчел тримают переважно уволях, которые больше зручно и больше беспечно, нема потреба брать мед на велике вышине. А где засталось и головная, пчела и зараз незвычайно шматгранный символ, и она уособляет мудрость, уродливость, процовитость, экономность, порадок и частенью. Есть такая теория, что если исчезнут пчелы, так прекратится жизнь на земле. Это вполне может быть, потому что с точки зрения экологии, с точки зрения биологии, и с точки зрения всего того, что нас интересует, на земле существует два продукта, которые полностью усваиваются организмом. Это молоко и мед.